всем привет ребят будем собирать на этот раз электронный предохранитель точнее защита потоку на тиристоре и на транзисторах регулируемые это будет журнал радио 5 номер 88 год такая вот схемка не знаю видно или нет ну думаю в кадре еще увидите в общем опять же работает не работает мы соберем испытаем кому интересно пойдемте ну вот такая вот схема у нас будет регулируемый электронный предохранитель источники питания журнал радио 5 номер 88 года съемка очень простая здесь даже приведен рисунок печатной платы печатную плату изготавливать не буду сделаем навесным монтажом потому что детали здесь очень мало качестве шунта использованы 4 резистора по одному ому но я буду использовать один резистор на 0 33 ома готовы уже вот такой вот резистор это с блока усилителя с какого-то бобинного магнитофона я уже использовал подобное мне написали сказали что дурак это конденсатор нет это не конденсатор тут написано 0 33 ома тип c5 16 м в 2 даже знак качества есть это резистор радиатор для мощного транзистора кт 805 м буду использовать б.м. разницы нету транзистор кт 817 новенький два резистора 1 килоом 750 ом далее что мне осталось найти своих закромах это найти переменный резистор на 47 ом и тиристор q103 что я сейчас и для начала я закреплю на радиаторе мощный транзистор кт 805 и конечно же будем использовать термопасту для этих целей подойдет и дешевый кпт 8 ничего нету сложного намажем сильно тут не надо мазать и прикручу сейчас даже нашел пластину прижимную отлично резистор кстати не нашел на 47 нашел только на 47 ом но ничего страшного он тоже нам подойдет и тиристор q103 а тоже нашел в общем все в сборе сейчас расставляемся по теплоотводам то что требует теплоотвод и и потом только соединяйте нарисовал я циколевку тиристор вот тут у нас есть так то если ставить то слева направо катод управляющий электрод анод транзистор если надпись мы смотрим на себя слева направо эмиттер коллектор паза так же и кт 817 который установил на теплоотвод тоже что ж теперь согласно схеме мощный резистор шунт мы припаиваем комитеру транзистора в т2 который является кт 805 мощным транзистором что теперь согласно схеме начинаем на эмиттер припаиваем мощный резистор далее нам надо припаять резистор 24 килоома между базой и эмиттером мощного транзистора припаял и теперь нам надо чтобы параллельно было мощному резистору как я уже говорил без печатной платы дабы просто испытать будет ли схема функционировать или нет далее по схеме эмиттер 817 надо подпаять к базе 805 а коллектор 817 коллектору 805 эмиттер 817 подключаем на базу 805 коллектор соединяем с коллектором припаял припаял я резистор и уже к управляющему электроду точнее за управляющий электрод припаял тиристор также на 750 ом резистор припаял на кт 817 между коллектором и базой сейчас буду припаивать переменник ну это подстроечник вообще ну будем использовать его как переменник для этого нам нужно средний и любой крайний вывод соединить вместе оставшийся крайний вывод оставить выводом значит крайний вывод резистора свободный переменного будем его называть переменным подключаем к выходу нашего шунта нашего резистора на 0,33 ома трудно смотреть за кадром и паять немножко отвлекаясь так все припаял теперь перемычка с резистора подключается на катод тиристора припаяли теперь анод нам надо припаять на базу кт 817 ну вот теперь нам нужно организовать вход и выход и начинать испытывать подключил я лампочку попробуем сейчас замкнуть посмотрим на амперметр по идее лампочка должна погаснуть и при размыкании уже не включится только после отключения нагрузки то есть лампочки от цепи должно снова запуститься защитное устройство ничего подобного не происходит возрастает ток и лампочка снова включается это может происходить из-за того что хоть и заявлен нижний порог по напряжению для открытия тиристора 0,4 вольта по факту они 0,8 могут быть и 1 вольт то есть надо подбирать из нескольких тиристоров такой который вот именно будет соответствовать заявленным параметрам а здесь у нас по графику всего 0,53 вольта значит как вариант можем немножко увеличить сопротивление нашего шунта поэкспериментировать но для новичков эта схема не подходит потому что она требует доработки настройки и подбора параметров хоть она с виду и простая по количеству деталей но сама по себе не самая удачная смотрим если тиристор замкнуть специально у нас нагрузка отключится ток по нулям то есть основа схемы защита она работоспособна нашел я еще один ку-103 еще не паянный даже попробуем его может он подойдет по параметрам хотя и тот который я до этого припаял тоже рабочий включаем установил кстати новый тиристор смотрим о все шикарно работает по нулям схема обесточилась но тут я заметил небольшую нестыковку как написано в статье кнопка sb1 ее разомкнуть на время разомкнуть нагрузку отключить от защиты а потом подключить якобы должна опять работать вот нагрузку я отключаю некоторое время снова подключаю ничего не происходит давайте попробуем отключим вход ничего не происходит и только замкнув саму схему то есть вход выход вот включается теперь замыкаем опять нагрузку на выходе замыкания делаем выключилась 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 вот такие вот дела проверяем чуть-чуть подрегулировал защиту вот сейчас лампочка светит если я попробую слабую лампочку на 2,8 ватта подключить защита сработает а если я попробую добавить светится защита выдерживает вот теперь уже срабатывает то есть защита по току вполне себе работоспособна по поводу параметров здесь заявлены параметры до 1,5 ампер напряжением от 3 до 35 вольт точнее напряжение от 3 до 35 вольт ток срабатывания можно регулировать плавно в пределах от 0,1 до 1,5 ампер но также можно мощнее сделать его также можно применить на входе полевые транзисторы и немного умощнить это кому интересно поставите на паузу и прочитайте автор кстати с аулов поселок ивановка ворошилов градский ворошилов ворошилов градской области аж выговорить не смог тут тоже приближу поставите на паузу и сможете прочитать но как я уже сказал из-за того что надо точно подобрать параметр тиристора немного гуляет даже у новых деталей эта схема не является нереально простой для новичков для начинающих по количеству деталей да очень даже хорошая схемка но кто уже возился с подобной техникой кто уже паять и настраивать умеет и знает что такое подбор и разброс компонентов можете в принципе повторить но полтора ампера если даже его переделать даже те же 3 ампера если получится вытащить с него по защите я сомневаюсь что где-то его можно будет применить хотя опять же для простых электронных самоделок и этого тока будет достаточно кому понравилось пальцы вверх кому нет пальцы вниз также кому интересна данная тематика интересны подобные видео жмакайте кнопку колокольчик рядом с кнопкой подписаться напишите в комментариях какие еще схемы защиты вы использовали и если кто-то дорабатывал расскажите как и что получилось из этой схемы добыть по напряжению и потоку спасибо всем за внимание до новых встреч до новых встреч